Итак, давайте разберем другой тип циклов, цикл while. Цикл while имеет следующий общий вид. У нас есть ключевое слово while, после которого в круглых скобках пишется условие. Это условие выполняется до захода в цикл. И если это условие истинно, то мы заходим внутри цикла. То есть, выполняем те блоки программы, которые находятся внутри фигурных скобок. Если же это условие неверно, то мы заканчиваем наш цикл и действие передается следующему инструкции кода, который находится после цикла while. Если наше условие истинно, как я и сказал, мы заходим в цикл. После того, как мы выполнили все блоки программы, у нас снова повторяется наше условие. То есть, вычисляется результат условного выражения. Если оно опять истинно, то мы опять заходим в цикл. Если же оно стало ложным, то мы выходим. То есть, наше условие, наш цикл выполняется до тех пор, пока наше условие истинно. Слово while переводится как пока, что хорошо его характеризует. Давайте рассмотрим пример. Нам нужно вывести числа от 0 до 4. Итак, заводим переменную i. Она в начале равна 0. Проверяем. 0 меньше 5. Да, наше условие истинно. Мы заходим в наш цикл. Выполняем консоль в writeLine. То есть, выводим 0. Далее выполняем i++. То есть, i становится равным единице. А дальше снова выполняется условное выражение. Проверяется. 1 меньше 5. Да. Снова выведется i. И снова увеличится значение переменной i. Станет 2. 2 меньше 5. Выведется. Далее i станет равным 3. Опять зайдем в цикл. Выведем его. И так до 4. Когда i станет равным 5. Наше условие станет ложным. И мы прекратим наш цикл. То есть, данная программа выводит числа от 0 до 4. Заметим, что цикл while похож на if. Только if выполняется один раз. А while выполняется до тех пор, пока наше условие истинно.